Ну а сейчас прямой эфир нашего канала продолжит трансляция брифинга службы центральной коммуникации. Арнур, вы в эфире. Здравствуйте. Республикасы парламенты мәжелесінің депутаты Қазақстан Халықтар Ассамблес кенгесінің мүшесі Қазақстан ұйғырларының республикалық әтіне мәденет орталығының төріғасы Нұрымов Шаймардан үсейн олы. Дабыра пожаловать. Слово передается Шаймардан үсейн Евичу. Сәлеме сіздер. Сәлеме сіздер. Екші күн болды біздікі Қазақстан халқының басына шын бәнді өте ауыр бұрып күн туыды. Біздікі Арс қаласында болған бағынағы оқиға, қайығылы оқиға біздің Қазақстанлықтарды күн бәрін ойатты. Біз Қазақстан ұйғырларының күйетін мәдени орталығы осы қайығылы оқиған естікенінген соғыны сол уақытта селекторлік жиналыс өткіздік. Бәр әлгі региондардағы өзіміздікі республикалық мәдени орталықтық бөлімшілерменін жиналыс өткіздік. Со сағаттан бастап біз бағанағы арс қаласындағы өзіміздің бауырларымен бір қатарда бірге болдық. Бірінші гүндің бастап, бірінші гүндің сағаттан бастап біз өзіміздікі көмектерімізді бердік ібер жатырмыз. Республикалық етін мәдени орталығының күйетін бағанағы Түркістан облысындағы филиалы, Республикалық етін мәдени орталығының күйетін бағанағы Шымкен қаласындағы филиалдары өзілердікі көмектерінің жақыннан бағанағы арс қаласының күйетін тұрғындарына берді, бер кележатыр. Ал соғыны болған жағдайда біріншілердің бұлып Түркістан облысындағы біздің филиал, орталығының филиалы мұңдаған-мұңдаған бағанағы су мәселесін бөтілікі яшіттарымен бұл жеткізді. Мүң бүргерді, ғамбүргерлерді апарып жеткізді. Оңнан кейін, басқа этнокультурның сентірлердікі әлгі мүшелермен бірге, баға этнокультурның әлгі бөлімшілердің бірге, Қазақстан Қалққасамбелесінің жаңындағы. Сөз жерден көшірілген эвокаций жасалған біздікі туыстанарға, арыстық туыстанарға өздікі үйлерін берді. Үйлерін босатып, өзілері бір қанада тұрып, басқа қанадың бәрін дұрыстап, бана көшіп көлген, бағанағы арыстан келген, арыст қаласынан келген біздің туыстарға босатып берді. Оларды тамақпенен қамтамасы етіп жатыр, оларды бағана айтқарымдай тұрғын үйменен тұрғын жер менің қамтамасы етіп жатыр. Кәзірді 26-ші мектепті 125 көшіп көлген арыстық туыстарды соларға қамқорлық жасап жатыр. Ал енді айта келсім, кәзір Алматыда достық үйінді бізді бағана айтқан Қазақстан Халық Асамбелесінікі жанындағы республикалық үйгіреттің бәдің орталығыныңкі штабы құрылды. Ол штаб бағанағы арыстағы, арыстағы жапа шеккен туыстарымызға көмек беру бойынша штаб құрылды. Ол штаб кәзір ақша жүйімінің тамақ, онан кейін кейімге шек, онан кейін маңа құрылыс материалдарын жүйі бойынша өті тұғыз жүмістіп жатыр. Құдай қаласа бүгін ертен біз Алматыдан сол арыс қаласына караван бірнен жүйген машинада караван жібереміздіп пландап жатырмыз. Бұл жұмыс әріне жауғасады. Рахмет, келесі өзгізегі есіп мұрзаға бердет. Бұл жұмыс қаласын. Бұл жүйесі қаласын-қаласын. Кормитте Артестер. Во-первых, я хотел бы выразить от себя лично и от лица Ассамблеи народа Казахстана глубокое соболезнование родным и близким погибших. И, конечно же, хотел бы также пожелать скорейшего выздоровления тем, кто находится сегодня в больницах и тем, кто сегодня находится в эвакуационных лагерях, школах, больницах. Вот эта новость, которую мы услышали два дня назад, потрясла всех казахстанцев. И Ассамблея народа Казахстана не осталась в стороне от этой трагедии. У беды нет национального признака, у беды нет лица. Она приходит нежданно, и сегодня весь казахстанский народ, Ассамблея народа Казахстана сплотился как никогда. И свою сплоченность показывает вот эти три дня по фактическим поступкам, своим присутствием с первого дня на территории города Чимкент на базе Дома дружбы, развернуть штаб, который работает 24 часа, все этнокультурные объединения, которые находятся в шаговой доступности в самом городе Шимкенте и Туркестанской области. Их у нас 27 этнокультурных объединений, которые с первых дней находятся на передовой, как это мы можем говорить. В чем заключается их работа сегодня? Они с первых дней эвакуации пострадавших жителей Арыс находятся на местах дислокации эвакуированных граждан. Оказывают первую помощь, оказывают пассивную помощь, предметы первой необходимости, горячим питанием. Оказывается большое внимание пожилым людям, определяют возможные размещения их в тех удобных местах, где это удобно для стариков. И немало внимания оказывается детям, которые нуждаются сегодня в питании, детском питании, предметах гигиены. И хотелось бы отметить, дорогие жители Арыс, мы с вами. Сегодня этот слоган переводится на всех языках мира, который со всей пристальным вниманием смотрит на то, что происходит в Туркестанской области. Видят, насколько народ Казахстана сплотился вокруг этой трагедии и как единая семья оказывает самую пассивную помощь. Во всех регионах, во всех регионах, областных центрах, городов развернуты штабы на базе Домов Дружбы. В нем принимают участие практически все этнокультурные объединения. Можно сказать смело, что сегодня мы всегда с гордостью говорим, что мы многонациональное государство. Но я хочу сказать, что мы многонациональное государство с большой семьей, куда входит более 130 национальностей. Сегодня вокруг этой трагедии работают представители более 120 этносов. И от мал до велик максимально стараются быть полезным, оказать самую пристальную необходимую помощь. В чем она заключается? Во всех Домах Дружбы, как я говорил, организованные штабы, руководителями этих штабов являются представители этнокультурных объединений. На самом штабе, который развернуто в городе Чемкенте, на вчерашний день этнокультурными объединениями было охвачено 34 школы, где более 5-7 тысяч людей находились в поле зрения. Каждый представитель этнокультурных объединений, я не хотел бы перечислять их, потому что кого-то упущу. Вчера на выступлении, к сожалению, не получилось это сказать. Сегодня, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех представителей этнокультурных объединений, которые от мала до велика с болью пропускают эту трагедию через свое сердце, откликнулись на эту беду. Всем руководителям этнокультурных объединений сказать огромное спасибо. Как раз в этом и есть наше единство. Вот в этой сегодняшней ситуации мы видим, насколько мы сплоченный народ. Мы всегда говорили, что казахстанский народ, он сильный, он всегда сплачивался. И сегодня мы это видим, и всему миру мы демонстрируем свою сплоченность. Я думаю, что кроме предметов первой необходимости и продуктов первой необходимости однокультурными объединениями Ассамблеи народа Казахстана, планируется в первых числах июля месяца отправить караван и со строительными материалами. На месте, на штабе, который работает, в штабе, который работает Мурат Алия Розалиевич, это секретарь городского Ассамблеи народа Казахстана по городу Шимкент. На сегодняшний день, в 4 часа, вот в данный момент идет там совещание с представителями этнокультурных объединений и в режиме онлайн, где обсуждается вопрос, если мы эти 2-3 дня старались оказать помощь, уделить внимание, предоставить места, пункты питания, привозить горячие пищи, это и корейцы, и немцы, и уйгуры, общество в войнах, Молдовы, грузины, татары. Узбекская диаспора очень широко развернула свою работу, потому что они по своей численности, и у них там места компактного проживания получается больше. То есть сегодня народ, который там страдал, пострадал, значит, в этой трагедии, мы можем с уверенностью сказать, что Ассамблея народа Казахстана оказывается самая пассивная помощь. И в этом, на месте это все видят. Я думаю, что это невозможно было бы, если бы у нас не было бы единства. Это как раз мы сегодня вот можем продемонстрировать, что все эти 30 лет, то самые ценные, которые мы пытаемся и будем в дальнейшем, будем пытаться сохранять, это наше единство. Оно бесценно. Я думаю, что мы с этой трагедией справимся. Спасибо, коллеги. Будут вопросы? Спасибо, коллеги. Спасибо. 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 Только что мы транслировали в прямом эфире нашего канала брифинг службы центральной коммуникации. Он был посвящен последствиям произошедшего ЧП в Арысе.